Константин Арбенин, 33-й богатырь. Жили-были 33 богатыря и их взводный, дядька Черномор. Жили они в Русском народном музее изобразительных искусств на картине «Морское войско». Весь день стояли богатыри по стойке смирно перед посетителями, а поздним вечером, когда музей закрывался и Черномор давал команду вольно, разбредались по берегу и занимались делами личными и хозяйственными. Кто приводил в порядок территорию, кто надраивал шлемы и кольчугу, кто чистил до блеска сапоги и подшивал свежие подворотнички к косовороткам, кто занимался физическими упражнениями. Особо бойкие богатыри уходили до утра в морскую пучину и водили там с русалками хороводы до шуры-муры, но к утру обязательно возвращались назад, чтобы успеть на поверку и строевой смотра. А дядька Черномор тем временем коротал свою бессонницу на картине художника Кустодиева «Ужин купчихи», до утра распевая с этой самой купчихой чаи и вкушая батрушки. По возвращении он строил своих богатырей в шеренгу и, как только убеждался, что весь личный состав на месте и выглядит должным образом, давал команду к открытию музея. Богатыри Черномора побаивались, но уважали. Такой распорядок продолжался изо дня в день, из ночи в ночь. Но вот однажды самый младший богатырь, рядовой Яков Яковлев, тот, который стоял в строю 33-м, ушел вечером на картину «Аленушка», художника Васнецова. По отношению к «Аленушке» у него были самые серьезные и в то же время самые романтические намерения. Всю ночь они просидели на берегу озера, на камушке и разговаривали. Говорили об изобразительном искусстве, да еще немного о том, может ли персонаж одной картины жениться на персонажа другой картины. Рядом с «Аленушкой» богатырь совсем потерял счет времени и опомнился только тогда, когда за окнами музея начало светать, а из самого дальнего зала послышался громовой бас дядьки Черномора. Это взводный начал производить перекличку. «Рядовой Афанасий Афанасьев!» «Я!» – раскатилось по залам богатырское эхо. «Рядовой Богдан Богданов!» «Я!» Богатырь Яков Яковлев побледнел. «Аленушка» оторопела, но тут же взяла в руки себя и своего суженого. Решительно схватив богатыря за рукав, она потянула его на соседнюю картину «Иван-царевич на сером волке». Царевич оказался пареньком смышленым, сразу сообразил, что к чему, уступил волка, и тот понес богатыря по выставочным залам, развивая невиданную даже в сказках скорость. «Рядовой Зураб-Зурабов!» – бесстрастно голосило эхо. «Ефрейтор Игнат Игнатов!» На пути богатыря и серого волка одно за другим вырастали из земли препятствия и засады. В зале экспрессионистов самые соблазнительные девы пытались увлечь богатыря в свои кокаиновые райки. Рядовой Яков Яковлев только смеялся им в лицо и отмахивался от дев, как от назойливых мух. В зале кубистов невероятные конструкции с грохотом вываливались из рам и загромождали собою двери, пытаясь преградить путь путешественникам. Серый волк перегрызал их пополам своими железными клыками и расшвыривал в разные стороны. В зале сюрреалистов самые изысканные кошмары старались утянуть их в сети, порожденные сном разума. Богатырь только плевал на них через левое плечо. Все преграды преодолевались с легкостью, ведь все это время путешественники слышали отголоски-переклички, проводимые дядькой Черномором. «Сержант Трифон Трифонов! Я! Рядовой Устин Устинов! Я!» – доносило троекратное эхо. Богатырь Яков Яковлев знал, опоздай он на поверку, посадит его Черномор под арест на полотно художника Верещагина турецкая гауптвахта, а то и того хуже отдаст в бурлаки на соседнюю картину художника-передвижника Репина. Тогда не видать ему больше своей Алёнушки. «Рядовой Эраст-Эрастов!» Эхо беспощадно приближалось к концу списка. «Рядовой Юрий Юрьев! Я!» В самый последний момент богатырь на скаку спрыгнул с волка, вскарабкался по раме к тому краю картины, где оканчивался богатырский строй и втиснулся на привычное место между рамой и тридцать вторым своим собратом. «Рядовой Яков Яковлев!» «Я!» громче обычного откликнулся богатырь. Черномор ничего из ряда вон выходящего не заметил. Глаза уже были не те, не в его возрасте пить по ночам столько чаю. Он спокойно свернул свиток со списком личного состава, сунул его в сапог и, расчесав ручищей полутораметровую бороду, занял свое командирское место. Двери зала распахнулись. У посетителей музея зрение было получше, чем у дядьки Черномора. Многие из них обратили внимание, что тридцать третий богатырь сегодня как-то слегка растрепан, и выражение лица у него невероятно счастливое. Те из любителей живописи, кто носил на носу очки, приметили такое же выражение лица и у Аленушки. Ну а самые внимательные, те углядели, что волк под Иваном Царевичем был весь в мыле и летел не в ту сторону. Иван Царевич со своей царевной сидели на нем задом наперед. Редактор субтитров А.Семкин